Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я вам продемонстрирую основы Android против основы iOS. И мы с вами разберем такую базовую стартовую вещь, как обработка нажатия на кнопки и запись чего-либо в текстовое поле. То есть по факту мы с вами разберем, как в Android и как в iOS, мы работаем с виджетами, с самыми базовыми виджетами. Это кнопка и текстовое поле. И устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. И начнем мы с Android. Значит, создаем новый проект. Выбираем здесь у нас Empty Activity. Next. Назовем, пусть будет My Applications. Я буду создавать проект на рабочем столе. Назову папку App. И прямо там создам. Все, готово, финиш. И, значит, у меня собирается проект. И для того, чтобы мы могли взаимодействовать с виджетами в XML шаблоне, нам нужно подключить ViewBinding. Да, не DataBinding, не FindViewBid мы будем использовать, а именно ViewBinding. Идем в Gradle Script, BuildGradle. И вот сюда мы вставляем ViewBinding и синхронизируем проект. Все, готово. Теперь идем в наш ActivityMain. Да, здесь можно и как визуальным редактором накидывать, но я люблю работать больше с кодом. Идем в код. Здесь мы с вами должны создать кнопочку. App.com.pate.button. Тут будет по ширине во всю ширину, по высоте по контенту. Закрываем виджет, слэш ставим. И мы, так как мы находимся в ConstraintLayout'е, нужно задать позиционирование. Я размещу кнопку вверх кнопки кверху нашего ConstraintLayout'а. Так как ConstraintLayout'а растянут на весь экран, мы прижмем кнопку кверху. Потому что по факту будем позиционировать по отношению к границам экрана. И говорю, прижимай вверх кнопки к верхней границе экрана. По горизонтали нет смысла позиционировать, потому что мы сделали все по контенту, во весь экран. Делаем отступы со всех сторон по 10 dp. Ну и собственно, что мы должны дать? Мы должны сделать фон для кнопки. Пусть будет фон для кнопки белый, а текст на кнопке черный. И нужно, конечно же, название для кнопки придумать. Поэтому идем в RaiseValueFileStrings. Копируем вот это поле. Вставляем и называем. По ключу делаем бат. Пусть и по батам. И set, наверное, давайте название сделаем. Давайте, setHome. Так вот напишем. Даже со всеми большими буквами. Вот такое название даем. Идем теперь в наш activity main. И сюда привязываем нашу кнопочку. Все отлично. И у нас есть текстовое поле. Ну давайте мы сделаем его. TextView. AppCompay. TextView. Да, у кнопки нужно отдать ID. ID. У кнопки будет у нас бат. Значит, у текстового поля будем мы позиционировать под кнопкой. Поэтому позиция вверх текстового поля. Книзу кнопки с ID. Комбат. Тут по контент. Давайте по ширине сделаем во всю ширину. По высоте по контенту. И тогда нам вот эти вещи не надо писать. И вот эти вещи не надо писать. Да, мы здесь на цвет сделаем с вами белый. Так, отлично. И ID нужно, да, приделать для этого виджета. ID мы сделаем Res. Типа результат. Отлично. Теперь идем MainActivity. Класс. Так вот, и классы. То есть, как бы у нас приложение состоит из экранов. Экраны состоят из двух файлов. XML-шаблон и Kotlin-класс. В XML-шаблоне мы делаем внешний вид. Делаем верстку. То есть, внешний вид нашего экрана. А в Kotlin-классе мы придаем тому, что сделали в XML-шаблоне, такой жизненного функционала. То есть, мы все, что связано с работой, с теми же виджетами, вносим именно в Kotlin-класс. А здесь именно функциональная часть. Здесь мы создаем... То есть, еще раз. В XML-шаблоне создаем внешний вид. В Kotlin-классе прописываем взаимодействие и весь функционал тому, что создали в XML-шаблоне. Создаем объект байдинга. Как вы помните, в начале урока мы подключили в U-байдинг. И он нам нужен для взаимодействия с XML-шаблоном. Нужно создать объект байдинга. Создаем его как... ActivityMainBinding. Делаем опциональный. Делай величину. Делаем... Ну ладно. Далее. Вот здесь мы инициализируем наш байдинг. Что-то так сделаем. ActivityMainBinding.Inflate. Здесь передаем layoutInflator. В методе наполнения контентом нашего экрана обращаемся к нашему объекту байдинга и вызываем root. И уже здесь, значит, внутри метод detail onCreate, мы через байдинг обращаемся к нашей кнопке по идишнику, которую мы тогда в XML-шаблоне определили бат. Вешаем прослушиватель события, именно прослушиватель клика. Обращаемся к классу view, так как каждый из видуществ является объектом класса view, как бы наследником, и вызывает специальный метод onCreateListener. Внутри этого метода мы должны прописать то, что должно происходить при этапе по кнопке. И теперь мы что делаем? Мы обращаемся к нашему текстовому полю через объект байдинга. res.go.atributeText, который всех хранит контент текстового поля. И говорим, записывая в это текстовое поле название кнопки. Обращаемся к байдингу, вызываем кнопку, у нас кнопка, и у кнопки есть название, текст. Ну, собственно, давайте соберем проект и посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас кнопка, и внизу текст. Кликаем по кнопке, отображается текст. То есть, смотрите, у нас кнопка. Добавим по кнопке, и наш текст меняется. То есть, мы записываем в наше текстовое поле название из кнопки. А теперь давайте то же самое проделаем с iOS-приложения. Я перехожу в Xcode, создаю новый проект, выбираю iOS, App, Next. Здесь, значит, я, давайте, дам название проекта, Клик. Так, через Storyboard. Ну, Storyboard это некое подобие то, что вы делали с XML, только тут только визуальный редактор. Next. Здесь, ну, давайте на рабочий стол. Create, создам. И создается проект. Так как у нас в Android есть, да, XML-шаблон, так как у нас, так, например, у нас в Android есть XML-шаблон, да, и Kotlin-класс, то здесь у нас также делится на XML-шаблон и, в данном случае, Swift-класс. На данном случае, Swift-класс. Но только, допустим, есть несколько вариаций, как вы можете работать с XML-ом. Есть несколько способов, как вы в iOS можете работать для создания внешнего вида верстки, да, и базовым, которым рекомендует iOS, и с которого начинают, с которого рекомендуют начинать Apple, и с которого вообще все начинают, это создание через Storyboard. То есть, вот у вас есть Storyboard Main, и вот тут, как бы, такое, скажем так, полотно, где вы можете создавать все новые и новые экранчики, и потом эти экранчики привязывать к Swift-классам, соответствующим, которые создаете. Но нам эта суть не нужна. Вот наш, скажем так, экранчик, да, наш экран, наш Storyboard, так называемый ViewController. Так как у нас в Android есть Kotlin-класс, здесь Swift-класс, который работает непосредственно с визуалом каждого экрана, называется ViewController. Мы кликаем по ViewController, справа, наверху вы видите плюсик, плюсик жмем, и здесь куча диджитов. Нам нужна кнопка, берем, зажимаем, да, левую кнопку мыши и переносим. Я просто на тачпаде делаю, тут просто зажимаешь и переносишь. Мы вот так вот ее сделаем, да, на весь экранчик. Мы здесь справа можем что сделать? Мы можем сделать здесь foreground, сделаем белым, это как бы шрифт, да, цвет шрифта. А фон, background, custom, изделись, мы можем сделать фон. Ну и тут у кнопки можно разные настройки делать, тут не суть важна. И давайте еще, мы в принципе неплохо было бы наверх это все переместить. И также давайте добавим текстовое поле Label. Так, сделаем позиционирование посерединке и в целом больше ничего не будем делать. У нас все готово. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно как-то вот это, то что мы набросали, связать с нашим view-контроллером. Вот он становится на экранчик, вот сюда кликаем и можем перейти вот в эту вкладку и посмотреть, что наш класс называется view-контроллер. То есть вот он, этот класс. Как мы можем перейти? Есть очень много способов, как вы можете связать эти кнопки. Ну, самый базовый способ, это просто становимся, кликаем за пределами, становимся на экране. Вот сюда, как бы гамбургер, да, ассистент. Отображается наш класс view-контроллера. Берем, кликаем по кнопке, зажимаем control, стоя на кнопке или вот на этом. Вот тут видите, по слоям также разбито, можете здесь выделить кнопку. Зажимаем control, левая кнопка, мы еще зажимаем и вниз ведем стрелочкой. И если это кнопкой, вам нужно сделать метод нажатия на кнопку, то под самый низ выносим, где под методом view-did-load. Здесь action у нас, здесь any вызываем, называем ее iButton и называем, допустим, action, метод называем actionButton. Метод нажатия touchAppInside, connect. Все, у нас готов метод для работы с кнопкой, но у нас есть текстовое поле. Кликаем на текстовое поле. И вот видите, у меня здесь он выделилось. Я покажу вам как бы аналогичный способ, как еще можно делать. Зажимаем view-контролл. А даже давайте я вам получше способ покажу. Смотрите, мы можем также лейбл перетянуть, а можем, вот мы на панели кнопки стоим, вот сюда последняя вкладка. И у нас, вот он, outlet есть. Сюда кликаем либо кнопкой мыши, зажимаем и переносим над методом view-did-load. У нас отображается экран, да, и нам, UI-лейбл, и нам нужно дать название для этого лейбла. Назовем res. Enter или connect. Смотрите, в чем разница. Теперь давайте view-контролл разойдем. Метод view-did-load это что-то подобное, как у нас в Android метод onCreate. Тут нет такого деления на фрагменты или activity. Здесь экран, это view-контроллер. И смотрите, если мы бы кнопку перенесли выше, вот сюда наверх, то у нас бы кнопка определилась бы как обычный виджет, и мы могли бы настроить внешний вид виджета. А если мы под этот метод выносим, то он уже у нас настраивается как метод нажатия. Поэтому очень важно виджеты, для настройки виджетов объекты переносим вверх, для настройки каких-то взаимодействий мы переносим вниз. И что мы должны сделать здесь? Мы говорим, что при нажатии на эту кнопку, давай-ка обращаемся, ну, привычно обращаться через cell, это некое подобие this.res, мы обращаемся к нашему текстовому полю, обращаемся к его полю text, и записываем в наше текстовое поле название кнопки. Мы можем обратиться, как вид, нужно, если бы обратиться к кнопке, нам нужно было бы сюда закидывать виджет кнопки, чтобы сюда записать текстовое поле названия кнопки. Но у нас на кнопке есть объект, объект sender. Это тот объект, на который происходит нажатие. Поэтому мы смело можем вызвать объект sender, поставить точку, и вызвать такой атрибут, как title, label, поставить точку и вызвать текст. Ожидаем. Ошибки ушли. Давайте соберем проект. Вот мы play. Когда первый раз запускается эмулятор, в вашем новом проекте всегда некое время нужно подождать, но он уже, видите, вот она у нас кнопочка. Кликаем по кнопочке и записывается. Если мы, допустим, смотрите, в button сдаст, но давайте закроем, становимся на button. Вот здесь название кнопки мы называем set home, enter. Давайте replace. Жмем кнопку и название перезаписывается. Вот так. По-простому можно все это реализовать. То есть, вот этот функционал нажатия, обработка нажатий и запись какой-то информации программно, это то, в основном, с чего очень многие начинают изучать мобильную разработку, неважно, это Android или iOS. И, как правило, вот эти действия, казалось бы, они очень такие небольшие, незначительные, но их такие действия очень часто мы реализуем, когда пишем какое-то мобильное приложение. Это действие очень часто вызывает восторг у всех новичков, у всех начинающих, которые приходят только в мобильную разработку, и не видят, что они уже что-то реализуют. И всегда у людей вызывают очень большие эмоции. Я даже помню это прекрасно по себе. И очень важно было мне вам показать, как это реализуется в Android или как это реализуется в iOS. Конечно же, существует множество способов, в Android это один способ, как это реализовать, и все, в iOS же, он тут куча. Тут вы можете, если виджет какой-то накинули, и сюда занести, и выбрать, что вам надо. Можете и через эту вкладку переносить. Можете и вот отсюда тянуть. Можете и вот отсюда тянуть. То есть, вариантов куча. Как вы можете работать? Я уже не говорю о том, что... Смотрите, вот вам просто для примера, вот в iOS нам нужно создать другой экран. Вы кликаете по плюсу, здесь выбираете, как я сказал, любой экран, это View Controller. Вот он, выбираете View Controller, переносите сюда. Все, у вас уже View Controller, да? Готов, вот готов экран. И здесь вы можете снова набрасывать. Итак, как бы этот, этот один файл, он может быть вам полотном со всеми экранами. Просто будут здесь разные Swift классы. Но также можно создавать с отдельным экраном. Для этого, когда вы создаете, допустим, New File, да? Вот сюда Coca-Touch Class, Next. Тут обязательно вам нужно выбрать View Controller, да? Здесь вы можете поставить галочку вот такую вот. Создать вместе с XIP Class. Создать к XIP файлам. И, допустим, здесь название New. И что будет? Смотрите, Next. Create. Создастся не просто новый класс контроллера с функционалом, но еще отдельное, отдельное, так называемое, полотно создаться. То есть, отдельный, скажем так, отдельный файл для настройки внешнего вида. То есть, вы уже делаете все не в одном сториборде, а делаете в отдельном, как бы, XML файле. Но при этом все так же визуально работает, все так же у вас будет работать. Просто это вот как в Android, да? Отдельный, под каждый Kotlin класс есть отдельный XML шаблон. Так вот тут то же самое. Но этот, как бы, отдельный XML шаблон можно реализовать вот так вот отдельно-отдельно. А можно на всеобщем полотне, что очень удобно. И все рекомендуют именно вот такой подход. Ну, а на сегодня это все. Если вам понравился такой формат видео, то пишите. Я могу на различные тематики делать сравнение по основам Android и по основам iOS. Запустим, можно на следующем уроке через недельку сделать видео о том, как реализуются переходы и передача данных между экранами. Если это интересно, то пишите в комментариях. Я обязательно сниму такое видео.